Я вас приветствую и поздравляю с началом зимы. Как и обещалось в сегодняшней программе, мы начинаем цикл новогодних сюжетов. И уже парочку советов вы узнаете из сегодняшней программы. Ну а для начала постараемся разобраться с плюсами и минусами общения ребенка с гаджетами. И поможет нам в этом вопросе психолог. Далее выберем безопасную, красивую и качественную искусственную елку. И в завершении рецепт новогоднего блюда от шеф-повара. Современные малыши учатся печатать на компьютере быстрее, чем писать на бумаге. И рисовать мышкой так, как Пикассо даже не снилось. Но, к сожалению, гаджеты являются лишь единственным их увлечением. Что же делать? Как привлечь внимание к традиционным пазлам, краскам и азбуке? И нужно ли спасать подрастающее поколение от научно-технического прогресса? Давайте разберемся. Компьютерные игры, все эти игры развивающие, они построены на том, что внимание ребенка привлекается без участия его воли. Оно ловится за счет быстрой смены картинки, звука, каких-то там спецэффектов и так далее. И поэтому ребенок туда, ну просто, можно сказать, ныряет, да? А ведь для того, чтобы научиться трудиться, выполнять какую-то задачу, достигать результата, очень ценно научиться справляться с этой задачей, когда она не столь привлекательна, а научиться себя собирать, где-то преодолевать какие-то трудности, где-то напрягаться и так далее. И эти качества, ну, безумно важны цены, кем бы он ни стал в будущем. Есть смысл обратить внимание родителей на вот эти игры, да, стрелялки, бродилки и прочее, прочее другое. Конечно же, далеко не каждый из тех, кто играет, становится агрессивным. Нет. Но те дети, которые сами от природы несколько агрессивны, импульсивны, не умеют с собой где-то там совладать, вот этим детям эти игры могут быть таким провоцирующим, фактором. Ведь в реальной жизни на его агрессию кто-то, да, отвечает, да, неважно, это одноклассник, это старший человек, но кто-то её останавливает, кто-то ей выставляет рамки этой агрессии. В этой игре я же, да, царь, я воин, я побеждаю, я достигаю результата. Кроме того, огромных физических затрат на это не нужно, огромных психологических затрат, то есть усадить себя за это, да, ходить в этот спортзал или там читать чего-то и так далее. Это тоже не нужно. Результат достигается гораздо быстрее, гораздо проще, меньше усилий. И поэтому вот здесь вот этот агрессивный этот импульс, вот эта такая несдержанность, она может закрепляться. Очень ценно, конечно же, с самого детства, если уже у ребёнка есть, да, вот эта замечательная игрушка, то учить его с ней обращаться и учить тому, что чёткая должна быть установка, ты её хозяин, а не она тобой владеет. То есть здесь очень важно научить ребёнка вовремя останавливаться. Десять минут, стоп, мы закончили. Очень чётко есть смысл давать установку. А зачем ты сейчас это делаешь? Что ты сейчас ищешь? Конечно же, неплохо бы родителям что-то тоже узнавать в этом плане и как бы в этот момент всё-таки быть рядом с ребёнком. Что это ты сделаешь? Научи меня, покажи мне, да. Опять же, вы это время проводите вместе и компьютер всего лишь средство, да, предмет вашего обсуждения, но никак не есть центром-то в этой ситуации. Мультики же какие есть замечательные, добрые, честные, искренние, такие вот развивающие их, да, именно личностно, с позиции добра, тепла, любви и так далее, да. Есть эти мультики старые, вспомните, крошку енот, да, ну это же просто классика, просто прелесть. И есть такие мультики современные, но вот сначала поискать, найти, потом дать это, а ещё, конечно же, после этого очень ценно спросить, это было про что, там кто там был и так далее. То есть, смотрите, обсуждение, когда начинается, когда у ребёнка всё-таки появляется какая-то речь. Вот до этого момента по максимуму есть смысл, да, его ограждать от этого. Искусственные ёлки энергично вытесняют натуральные. Они экономичны и практичны. Не нужно покупать лесную красавицу каждый год и мусора от искусственной ёлки намного меньше. Но чтобы она прослужила несколько сезонов, нужно знать правила выбора. Первое, на что нужно обратить внимание, когда вы пришли в магазин за ёлкой, это на её качество. Когда вы уже определились с размером, с цветом и другими параметрами, обратите внимание на то, чтобы хвоя была гибкой, чтобы иголочки, когда вы проведёте по ним рукой, возвращались чётко на место, не деформируясь и не выпадая из веточки. Есть несколько видов хвои. Самые распространённые из них – это литые ёлки. Они самые дорогие и самые пожаробезопасные. Каждая веточка такой ёлки изготавливается в отдельной форме, а потом собираются все воедино. Самые распространённые на сегодняшний день – это хвоя из ПВХ с каркасом из стальной проволоки. Такие ветки гибкие. ПВХ-материал достаточно пожаростойкий. Такая ёлка будет наиболее приемлема для вас по цене. Есть в продаже также дешёвые ёлки из бумаги с пропиткой. Такая ёлка выглядит довольно неплохо, стоит недорого, но в то же время она очень легко воспламеняема. Рядом с такой ёлкой не должно быть никаких лопушек, никаких бенгальских огней. На неё нельзя цеплять электрические гирлянды. Ну и вообще стоит задуматься, нужна ли такая красавица в доме. Конечно, нужно обратить внимание ещё и на принцип сборки вашей ёлки. Есть ёлки, у которых ствол состоит из двух и более частей. А сами веточки раскрываются по принципу зонтика. Либо раскрываются, либо закрываются. И второй принцип сборки – это когда на стволе есть масса креплений, в которые каждая веточка вставляется отдельно, ярусами. Такая ёлка стоит дешевле, но на её сборку затрачивается, как правило, очень много времени. Ну и, как показала практика, они непрактичны в плане долговечности, поскольку несколько раз достаточно её собрать и разобрать, чтобы потом эти веточки уже не держались. Ну и кто сказал, что искусственные ёлки не пахнут? Существуют специальные ароматизаторы. Кроме приятного запаха, они успокаивают нервную систему и обладают антисептическим эффектом. Обязательно спросите у продавца сертификат качества товара. Хотя искусственные ёлки не подлежат обязательному сертифицированию, но наличие такого документа, конечно же, будет говорить уже о образовестности производителя. Качество искусственных ёлок мы проверили в магазине «Вираж». И теперь с уверенностью можем советовать вам приобретать лесную красавицу именно здесь. Ели, сосны разных размеров и цветов. Ассортимент здесь огромный. Без преувеличения можно сказать, что ответственные хозяйки с начала декабря и до самого нового года озадачены вопросом составления меню. А помимо этого нужно определиться с выбором наряда, подарками и многими другими вопросами. Поэтому на помощь приходит наша программа. Итак, сейчас мы поведаем вам рецепт интересного, а самое главное – вкуснейшего блюда. В преддверии Нового года каждая хозяйка озадачена одним вопросом, что же такое необычное, оригинальное, вкусное приготовить и порадовать своих гостей в новогоднюю ночь. Виктория, с каким рецептом вы нас сегодня познакомите? Что это за блюдо? Как сложно или несложно его готовить? И какие ингредиенты нужны? Это несложное блюдо. Это блюдо называется куриное филе в беконе. Для приготовления блюда нам понадобится куриное филе, манго и сырокопченый бекон. Он готовится очень просто. Это радость. Да, это очень быстро и очень просто. С чего начинаем? Начнем с того, что надо отбить отбивные. Главный ингредиент, да, в этом блюде? Да, да. Мы вот слегка, не отбивая, не сильно, слегка отбивается. Давайте я сейчас еще одна покажу, да? А потом... Посыпаем приправками солью и перчиком. А чтобы рулетики были еще сочнее, можно смазать их майонезом. Мы берем манго. А если нет манго в наличии, можно заменить? Да, можно заменить ананас. Или это яблоко будет. Такое, что это кисло-сладкое? Да, кисло-сладкое. Очищаем его от шкурочки. И нам нужно только мякоть. Главное, чтобы манго была спелая, а иначе будет присутствовать терпий вкус. Манго режем равномерными такими долечками на кусочечку. Далее манго мы кладем в филе. Я тебе одну покажу, как это делается. Закручивается оно как рулетиком. Вот так вот. Все, берем. Плотненько так, да? Плотненько, да. Мы потом его скрепим еще после этого беконом. Теперь мы берем сырокопченый бекон. Рулетик этот обматываем беконом. Теперь выкладываем наши рулетики в заранее смазанный противень маслом. На противень давайте мы вот так вот их на ровненько вот так вот каждый положим. Теперь наши рулетики мы отправляем в духовку, которая разогрета до 200 градусов. И выпекаем их где-то примерно 10-15 минут. Наши рулетики уже готовы. Мы достаем их из печки. Золотистые, красивые, а какие ароматные. По-моему, получилось очень даже неплохо. Теперь мы эти рулетики наши выкладываем на тарелочку. В принципе, блюдо наше готово. Теперь мы его украшаем кетчупом. И можем, в принципе, к мясу очень идет соус у ноги. Эти рулетики можно по праву назвать основным блюдом вашего новогоднего стола. Приятного аппетита. Отведать это блюдо и много других кулинарных шедевров вы сможете в новогоднюю ночь в кафе «Манго». В городе Димитров именно здесь можно вкусно покушать и отлично повеселиться в уютной и праздничной атмосфере. 31 декабря вам не придется стоять у плиты. За 250 гривен вы вкусно покушаете и станете участником незабываемого новогоднего шоу-представления. Это все сюжеты на сегодня. В следующей программе мы продолжим давать новогодние практические советы. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин